Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Я, Эдуард Шульман, открываю майский свой хронотоп переходящую датой – 1856 год. 2 апреля по-старому, 2 мая... нет, 20 апреля по-старому, 2 мая по-нынешнему, в городе Ветлуги, Костромской губернии, родился Василь Васильевич Розенов. Когда окружающие были повально заражены борьбой, захвачены глобальным переустройством, Василь Васильевич вопиющий глаз призывал и вдалбливал. Домашний очаг, свой дом, своя семья – единственное святое место на земле, Единственное чистое, безгрешное место – выше церкви, где была инквизиция, Выше храма, ибо там пролилась кровь. И, разумеется, выше добавим мы от себя идеологий, партий, революций. Я наткнулся на сочинение Розенова случайно в квартире музея известного музыканта, пианист и композитор, почитатель и посетитель Льва Николаевича Толстого. Он собрал обширную библиотеку не только Андрей Белый и Михаил Осипович Гершензон, как-никак местные граждане, но и, полагаю, изъятые в иных местах эмигранты Вячеслав Иванов, Владислав Ходосевич, Марина Цветаева, те самые, что перебрались ко мне в заветную тоненькую тетрадь. И привожу, не справляясь, по высохшим неразборчивым строчкам. Я еще не такой подлец, говорит Р, чтобы жить по морали. Миллион лет прошло, пока душа моя выпущена была погулять на белый свет, и вдруг бы я ей сказал «Ты, душенька, не забывайся и гуляй по морали». Нет, я ей скажу «Гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, гуляй, как сама знаешь, а вечером пойдешь к Богу. Ибо жизнь моя – это и есть день мой. И это именно мой день, а не Сократа и не Спиноза». Перед следующим отрывком Маленькое отступление. Розанов поминает Николая Владимировича Корецкого, что явился на свет в 1869 году, пережил Великий Октябрь, лишился собственной типографии, превращен на старости лет в корректора, арестован 31-12-37-го, расстрелян 11-го, 38-го. До катастрофы издавал популярный журнал «Пробуждение». И зимою 1917 года, накануне февральской революции, напечатал стихи Валентина Петровича Катаева. Вот они здесь, в мятой ветхой цетради, зоркие, пластичные, зимний ночной пейзаж. Катаев редактировал юность, которую все читали, и онемелыми пальцами переписывая Розанова, «Я ощутил вдруг, что время замкнулось. 25-летний юбилей Карецкого. Приглашение не пошел, справили. Кто знает поэта Карецкого? Никто. Издатель редактора? Кто у него сотрудничает? Очевидно, господа писатели идут поздравлять всюду, где поставлена семга на стол. Бедные писатели! Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо всех свобод поставить густые ряды столов. Большинство голосов придет, придет равное, тайное, всеобщее голосование, откушают, поблагодарят и не знаю, удобно ли будет после благодарности требовать чего-нибудь. Так, великая ставка свободы в России зависит от многих больших причин и еще от одной, маленькой, улова семги в Белом море. Василий Васильевич Розанов скончался 5 февраля 1919 года в тогдашнем и нынешнем Сергиевом посаде. Могила не сохранилась. Приложение Стихи Валентина Петровича Катаева из журнала Пробуждение Морозный воздух был прозрачен, тих и чуток, туманным радужным кольцом окружена из-за садов и дач на белый первопуток бросала тени низкие луна. Звенели звенели бубенцы нестроенным полным звоном, откуда-то неслись людские голоса и в море от луны на золоте зеленом переливалась ртутью полоса. Я помню, как сейчас холодный блеск тропинок сады и на ресницах выгнутых твоих мерцающие звездочки снежинок осыпавшихся с веток кружевных. Два поэта. Николай Алексеевич Заболоцкий природно запроектирован на столетнее житие с добротным румяным вятским здоровьем. А вот переломился наполовине. Однако лучше заформулируем в пассиве. Ударьте, прошу вас, на А или по терминам нашей грамматики в страдательном залоге и переселяясь из Петербурга в Москву с опечаткой в Караганде. Не в смысле чего-то там опечатали, а кавычки. 1 октября 1947 года газета «Социалистическая Караганда» сообщала, того, что Энн Заболоцкий выступил с чтением слова о полку Игореве. Конец цитаты. Кавычки закрыть. И переселяясь из Петербурга в Москву с пересидкой опечатка, с пересадкой в Караганде. Поэт заручился характеристикой положительной с последнего места работы. Поет рожок над дальнею горою, выходит солнце, заливая лес, и мы бежим нестройною толпою, подняв ламы громам наперерез. Так, под напором сказочных гигантов, работающих тысячами рук, из недр вселенной ад поднялся Дантов. Рожок поет протяжно и уныло, давно знакомой утренний сигнал, покуда медлит сонное светило. Кого в горах калечил бурелом, кого болот засасывали воды, чья грудь была потрясена судьбой, кто днем и ночью слышал за собой речь Сталина и мощное дыхание огромных толп народных, тот не мог забыть о вас, строители дорог. Николай Заболоцкий напечатал эти стихи еще при жизни вождя в 1947 году, а через десять лет в оттепельном 58-м. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь только человек лагерного опыта мог предписать нам и себе, как обходиться с душой. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Николай Алексеевич Заболоцкий родился 24 апреля 7 мая 1903 года. В тот же день, по нынешнему, 7 мая, Борису Абрамовичу Слуцкому исполнилось бы 90-е Лопухи Лопухи и звезды. Сгорели в танках, Мои в танках, товарищи, из них, и из них, произросла. Утвердительное, конечно, как реплика в споре, словно Борис Абрамович Слуцкий признал чью-то правоту, не иначе Ивана Сергеевича Тургенева, вернее, его героя, что говорил и весьма сердито. Ну, будет у мужика новая изба, а из меня Лопух будет расти. Конечно, кивнул Слуцкий, будет. Но отсюда, как выясняется, еще ничего не следует. Мои товарищи на минах подорвались, взлетели ввысь, и много звезд далеких, мирных, из них моих друзей сожглись. Стихотворение напечатано 23 февраля 1965 в газете «Пионерская правда». Поэт, стало быть, обращается к людям, которые только-только по обязанности и школьной программе одолели отцов и детей. Или вот-вот в скором времени одолеют. Им-то и сообщает Слуцкий про своих товарищей. Они сияют словно праздники, показывают их в кино. И однокурсники, и одноклассники стихами встают уже давно. Продолжение в День Победы. 9 мая. На голубом экране. Раиса Шулимовна. Моя одинокая тетка выступала по телевизору. Очень гордилась, что Эренбург изобразил ее будто бы в буре. Как Рая Альпер героиня его романа была снайпершей и отправила на тот свет трехзначное число немцев. Пряталась, маскировалась на передке, влупившись в оптический прибор, безотлучно выслеживая противника. Вдруг какой-нибудь фриц выскочит по малой нужде или беспечно поднимется из окопа. Видно было, что даже сейчас от своего рассказа испытывает тетушка сильное возбуждение. Красное, мокрое, прерывисто дышит. Словно бы каждый убитый ею солдат, как нерожденный ее ребенок. Весна 55-го. Света Эо, девочка из станицы Новотитровской, переписала эти, приводимые ниже правила любви, она писала ночью, тайком от мамы и брата, под фотографией отца, не вернувшегося с войны. Любовь бывает общественная и взаимо общественная. Общественная это товарищеская, взаимо общественная. Это когда юноша задает вопрос, любит его девушка или нет. Если она на такой вопрос смеется, значит, не любит, а если молчит и не смотрит в глаза, значит, любит. когда юноша идет рядом с девушкой и говорит, что любит, это ложь. Кто любит, никогда не скажет при народе, а всегда наедине. Света махнула ручку и подчеркнула последнюю фразу толстой кривой чертой. Если юноша подносит горящую свечку, он хочет тебя поцеловать. Если крепко жмет руку и не смотрит прямо в глаза, не говори «ой», это он объясняется в любви. Когда юноша здравствуется или прощается и подносит левую руку, он хочет узнать, любит его девушка или нет. Если юноша просит, чтобы девушка полюбила, то бывает часто пьян. Брось его и забудет. Света вздохнула, долго скреблась пером и вдруг ляпнула три восклицательных знака. Если юноша влюбился в девушку, а девушка не обращает внимания, он должен усиленно ухаживать. Для начала пускай говорить что-нибудь, но не о любви. Чтобы любовь продолжалась, юноша должен бережно относиться к девушке, знать ее характер, чаще назначать свидания, не отказывать являться. Если девушка угрюма, надо развеселить. Про свою любовь написала Света, никому не рассказывай, добивайся любви девушки сам. Если на вопрос да или нет девушка молчит, значит, любит юношу. Если говорит и клянется, что любит, это тоже да. На прощание друзья любящие должны поцеловаться. Она облизнула губы и посмотрела на дверь, за которой спали мама и брат. Если девушка дружит с юношей два и более года, то можно разрешать ему браться за голые груди и за и солдат. Убитый на куржской косе, под бывшим городом Кенигсбергом, засмеялся над теми, кто убил его. 9 мая 1924 года родился Булат Шалович Акуджава. Он и Бабель в разное время жили в Переделкине, в относительном виртуальном соседстве, на расстоянии прогулки, приблизительно в две версты. Бабеля забрали на дачу, оторвавши от рукописи. Так и знал, сказал он, не дадут кончить. А будущий виртуальный сосед Булат Шалович вымысел не есть обман, замысел еще не точка, дайте дописать роман до последнего листочка. Продолжение с заключением. Исаак Иммануилович Бабель надеялся пересидеть. Это был мудрый, предусмотрительный человек. Последите за его действиями где-нибудь с года 27-го. Сразу видно, понимает, что делает. Семью отправил за рубежи. Всех! Маму, папу, сестру, жену, тещу и остался один. Очень мало писал. Почти не печатался. Старался не привлекать внимания. Старался засесть где-нибудь в деревне на какой-нибудь неказистой должности вроде секретаря сельсовета забиться и забыться, чтобы о нем забыли. Он искал в этой жизни куда втиснуться, куда спрятать свои бока, свою голову, свои очки, найти норку, откуда его не выкурить. А он бы все видел и знал. Женился на Сибирячке. Молодой инженерше, строительницы метро, награжденный за ударную работу, на съездах выступал с прославлением власти, жил на авансы, которые не возвращал на какое-то киноредакторство. Но ходил к давней знакомой супруге Ежова, того самого, да, с ежовыми рукавицами, узнавал последние новости из первых рук. Зачем? А почему не остался во Франции? Ведь владел французским, говорят, в совершенстве. А для чего поступил в первую конную? Мудрость не всегда сидит в бочке, как диаген. Она всегда мечтает укрыться и засесть там, поджавши ноги на корточках и сквозь круглую верхнюю дырку наблюдать ночные светила и звезды и ежедневного неотвратимого смещения достаточно мудрости для размышлений, чтобы открыть великие законы. Но мудреца прогоняют из бочки и продают в рабство. Он становится золотарем, потому потому что не имеет другой профессии. Нет ничего бесполезнее мудрости. Для себя лично мудрец не извлекает ничего. Вы согласитесь со мной, если не будете называть мудрецами всяких великих визерей и специалистов по рекламе. А люди и звезды живут по своим законам, которые не изменяются от того, сформулировать их или нет. Мудрец открыт жизни. Это земляной червь, который жрет землю и пропускает ее сквозь себя и выдавливает из организма мудрость слепа и упорно. Она ищет свою почву, чтобы проглотить, исполняя функцию природного обогащения, потому что без земляного червя не растет хлеб и земля становится бесплодной. Это вечная и беспрерывная работа. Если прекратить ее сейчас, вы останетесь живы и сыты. И ваши дети живы и сыты. и даже может быть ваши внуки. Но за правнуков не поручусь. Не знаю, как они выйдут из положения. Напустят каких-нибудь электрических червяков, но земля их не примет. Хотя хлеб, наверное, даст. Вкус хлеба изменится. Не затыкайте мне рот. Мы дышим с вами одним воздухом, но вы простите, выдыхаете весь, а я оставляю кое-что для заднего прохода. Что пахнет? Ну, отойдите, отвернитесь, оставьте меня в моей бочке, а я уж как-нибудь сделаю свое дело по переработке воздуха и найду в себе силы вернуться к вам из безмятежной Франции. Бабель сказал своему знакомому две вещи не удастся мне испытать в жизни. Никогда я не буду рожать и никогда не посадят меня в кутузку. Ой, Исаак Эммануилович ответил знакомый не зарекайтесь по местному то обычаю от сумы до тюрьмы. Э, сказал Бабель, с моими связями он надеялся досидеть и надеялся на свою память. его забрали на другой день 16 мая 1939 года. А чуть раньше 15-го Михаил Афанасьч Булгаков справил, наверное, последний свой день рождения. И Елена Сергеевна записала в дневнике в городе слух, что арестован Бабель. Миша сидит сейчас над пьесой о Сталине. Продолжение на трибуне. 10-го 23-го мая 1907 года на заседании Государственной Думы выступил тогдашний премьер Петр Аркадьевич Столыпин. Он сказал «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия». Разысканием современных историков подлинным автором знаменитой формулы о великих потрясениях и великой России был некто Гурлянд, член Совета, по нынешнему, вероятно, коллегии Министерства внутренних дел. За разгадкой обратимся к еврейской энциклопедии, ибо Гурлянд натурально сын Хайма. Сей последний Хайм Иона Гурлянд равин и ученый выпустил книги еврейские архивы в Санкт-Петербурге к истории гонений на евреев. Сынок же Илья Яковлевич правовед и публицист принял христианство и, цитирую, от либерально-ассимиляторских позиций перешел к левете, был директором Петербургского телеграфного агентства, активно поддерживал и вдохновлял истинно русских националистов, после февральской революции эмигрировал и отошел от политической деятельности. Можем лишь порадоваться за расторопного Илью Яковлевича, что покинул страну, не дожидаясь дальнейших событий. А то вон В.В. Шульгин, которого отдельные газеты ласково величали умницей. Василий Витальевич Шульгин пережил Великий Октябрь, Гражданскую войну, Чужбину, Владимирскую тюрьму, Дом престарелых, Ленина, Сталина, Хрущева. И с высоты чуть ли не векового опыта возглашает. И тогда, и сейчас нам не нужна великая Россия. Нам нужна Россия сильная, миролюбивая, мудрая. Продолжение на другой день. Выступление генералиссимуса Сталина на приеме в Кремле 24 мая 1945 года. Товарищи, разрешите поднять еще один последний тост. Я бы хотел поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. бурные продолжительные аплодисменты, крики, ура! Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения, когда армия отступала, покидала родные села и города, покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать своему правительству, вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. но русский народ не пошел на это, ибо верил своему правительству. Он пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. вот это доверие русского народа и оказалось той решающей силой, которая обеспечила победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за здоровье русского народа. бурное, долго не смолкающее аплодисменты. В тот же день, 24 мая 1945 года, в четверг, рыжему питерскому мальчику исполнилось пять лет. Звали его Иосиф. Допустим, в честь деда или же по кремлевскому тезке. Биографию Иосифа Александровича Бродского обстоятельно изложено в солидном двухтомнике лауреаты Нобелевских премий. Теперь, когда поэта не стало, можно поздравить с днем рождения только читателей. Поздравляю! И приводим на память молодые стихи, что находятся в некоторой связи с речью вождя. Кошмар столетия, ядерный грибок, но мы привыкли к топоту сапог, привыкли к ограниченной еде, годами и лишь на хлебе и воде, иного ничего, не бравши в рот, мы умудрились продолжать свой род, твердили генералов имена и модно хаки в наши времена. Всегда и терпеливы, и скромны мы жили от войны и до войны, от маленькой войны и до большой мы все в крови своей или чужой не привыкать. Вот взрыв издалека, еще планета слишком велика и нелегко все то, что нам грозит не только осознать, вообразить. Иосиф Бродский шествие 1961 год осень, а весной в тот же день 24 мая, в день славянской письменности и культуры родился Михаил Александрович Шолохов, еще один обладатель Нобелевской медали, академик, герой, депутат, лауреат, в традиционной Нобелевской лекции говорил, «Я принадлежу к числу тех писателей, которые видят для себя высокую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу». Умер в 1984 году, накануне 80-летия. В тот же день, нет, тремя днями попозже, от воплощения Иисуса Христа 1703 мая 16 основан царствующий град Санкт-Петербург. В теперешнем нашем календаре 27 мая «Люблю тебя, Петра творения, люблю твой строгий стройный вид, не вы державное течение, береговой ее гранит, ну и так далее, по медному всаднику, где от восторга переходит Пушкин к молитве и заклинанию. Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут и тщетной злобой не будут. тревожить вечный сон Петра была ужасная пора. 30 мая 1960 года скончался член литературного фонда Пастернак. Борис Леонидович рассказывал, что на Потсдамской конференции 1945 выступали наши знаменитые виртуозы. После концерта Сталин пригласил их к себе, хлопнул в ладоши и офицер-порученец вынес хрустальное блюдо с голубыми конвертами. материальное вознаграждение. Музыканты отнекивались. Нет, возразил Сталин, вы хорошо поработали и заслужили, а труд, который не оплачивается, ничего не стоит. Он все понимает, гудел Пастернак, дескать, коммунистический вождь, давно уж похерил детские утопические бредни плевать на золото. Знаете, как мой отец говорил, без денег человек бездельник и коротко хмыкнул. Одесская пословица. Вручивший конверты Сталин попросил виртуозов исполнить что-нибудь напоследок. Только не классику, а для души. Народную музыку, родимые советские песни. Гилльс и Сафраницкий смутились и затоптались. Но скрипачка Галина Баринова села к роялю, подбирая на слух Катюшу, Каховку, в лесу при фронтовом, марш энтузиастов. Сталин улыбался, дирижируя трубкой и тихонечко подпевая «Нам нет преград». Гилльс и Сафраницкий мычали без слов. «Что вы хотите?» сказал Пастернак. Его отец сапоги точал, потому и Кагановича держит, местечкового башмачника. Что было с кем по делу потолковать? Помните, как у Пушкина? Не выше сапога. О том же вспоминал о Куджаве. Наверное, со слов отца крупного партийного деятеля. Сталин где работает в Кремле у себя в кабинете. Секретарь подает бумаги, вступая в перевалку на цепочках, потому что ботинки, полученные по разнарядке, ужасно скрипят и жмут. Да не парься, говорит Старь, сходи под кран, намочи. Так и сделали. А Бувка вмиг замолчала. Разбирается. Напевно сказал о Куджаве, сказал воспроизводя родительскую интонацию. Чиним, починяем. Поздняя сноска из позднего Пушкина. Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. Взяв тотчас кисть и справился художник. Вот подбачась сапожник продолжал. Мне кажется, лицо немного криво, а грудь не слишком ли нога? Тут апеллес прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не выше сапога. До свидания. Любознательные зрители живого телевидения. Кто такой апеллес? Узнайте, пожалуйста, сами. Благодарю за внимание. До новых встреч с праздничной переходящей датой 26 мая, 6 июня по-новому родился Александр Сергеевич Пушкин. И вот какой анекдот любил пересказывать. У Орликина спрашивают, что он предпочитает? быть повешенным или колесованным? Я, говорит Орликин, предпочитаю молочный суп. Пока-пока. Субтитры Субтитры